Привет, ребята! Я несколько дней просто по-настоящему отдыхала, пыталась как-то вообще переключиться, и это получилось! Я теперь новенькая, свеженькая, правда, вот сегодня встала утром, горло болит. Нет! Господи, пожалуйста, нет! Нет! Надеюсь, что это не продолжится. Понимаю все меры. Я говорила, что я еду на съемку. Я еду на съемку, канал ТНТ, и я буду сниматься знаете с кем? С великой Ольгой Бузовой. А знаете, чем мы будем там заниматься? Нет, не петь! Готовить! Вы знаете, я люблю петь даже где готовят, так что я все равно буду петь во время готовки. Мы прибыли на место. Хорошо, что это не было в кино. Без окон, без дверей. Здрасте. И мы. Как дела? И мы счастливы! Какого-то нехорошо. Знаете, что это последний писк моды, так сказать. Конечно, писк. Это же как тренинг, потому что все делают, что... Здрасте. Ой, тут столько гримеров. Я, как обычно, вообще-то готова. Вся накрашенная. Крашеная в репараде. Мне единственное только сверху вот надо. Как всегда прекрасно. Спасибо. В лучших традициях. Я докрасилась, доделала лусы. И мы идем есть. У нас еще есть 30 минут. Вот зря ты бутерброд ешь, Настя. Можно сейчас было нормальную еду поесть в столовке. А, тебе хорошо, да? А, именно, бутербродик такой. А, тебе хорошо. А что поесть есть? А, вот, ага. Вам здесь с собой? Здесь. Никого. Гуляй вагину. Гуляй, шальная императрица. Выбор столика происходит вот так вот, творчески. Вот. Суперс. Ты всегда сидишь за этим столом. Ты знаешь об этом? Кинокорм, пожалуйста. О, нифига себе. Это круто. Это не кинокорм, это прям еда. У нас давно не было рубрики Елены Малышевой. Все переживают. Вот, пожалуйста. Рубрика Елены Малышевой. В целом, вот сейчас вот у меня болит горло. Чай мне помогает. Тепленький, не горячий. Еще я эвкалиптовые конфеты рассасываю. Это из Португалии я привожу. Но они так хорошо. Здрасте. Дыханию помогают и кашель убирают. Еще я, кстати говоря, промываю нос. Советую, когда у вас заболевает горло, промывать нос изначально. А все же сразу в горло селять начинают. Нет, нужно промывать носоглотку. Советую. Итак, в гримерке. Посмотрите, какая великолепная женщина. Вот, оказывается, как надо-то. Ну-ка, смотри. Ну, это-то я могу. У тебя получается. Как у меня сейчас пошли? Я знаю, что по вокалу есть вот так вот. Как избавиться от скрипа дверей. А что в связке? Я так не делаю, нет. Ну, вообще так делают? Нет. А как делают? Можно распеться таким образом. Снизу, с самого... В самый низ. Самый низ не выйдет. Мне нужен совет по продвижению сосного контента. Влогера. Но я снимаю все за кулисье. Так это же классно. Никто же не видит этого. Никто не видит. Поэтому я хотела показывать людям, что это не просто. Они же видят только красоту, только гламотку. И не видят колбасу. Бананы, воду, вот этот сыр уже, который лежит неизвестно сколько. Ну, на самом деле, самое главное, это делать с кайфом от души. Самая главная специфика. Мне еще Милохин давно сказал. Я говорю, почему вот эти твои странные движения заходят? Он говорит, я просто делаю с удовольствием. Да, так и есть. Но это и в музыке так же. Поэтому, да, все с удовольствием. Одно сплошное удовольствие заниматься тем, чем мы занимаемся, согласились? Вот вообще супер, да. Так что, ребята, ставьте, как это, лайки. Ставь лайк, пиши в комментариях, о чем еще вы хотите, чтобы мы для вас сняли. Ну, не мы, в твоем случае. И мы, и мы. И мы тоже теперь уже. Подписывайтесь на канал и ставьте уведомления, колокольчик. Спасибо огромное. Все, тебе удачи. Рядом со мной напарник мой по съемке. Он очень грустен, потому что мы уже ждем. Сколько мы ждем? Я здесь двух. А сейчас? Шесть. Как так вот можно быть таким спокойным? Он мне говорит. На самом деле, внутри все гораздо сложнее, да? Ну, я сегодня беру к нажиму сегодня. А вы нас позовете? Да. Уже прям идти? Да, идти. Еще несколько минут. Несколько минут? Еще, пожалуйста. Жуем орехи. Нас позвали. Вы в это верите, нет? Пока там не в студию не встанете, мы поверим. Я надеюсь, я сейчас пойду в кадр. А, вы смотрите со мной поиграть. Есть первая. А, вы смотрите, пожалуйста, мальчики. Добрый день. И добро пожаловать в единственное зрение в стране. Все, кто здесь видит жизнь одна. Хайфуйте! Вы начинали! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, мы пока вот в перерыве с Олей. Ой, слушай, ну реально прикольная программа. Реально прикольная? Слушай, вот реально прикольная. Потому что раньше мы снимали другой формат бузово-на-кухня, а сейчас звездная кухня. Мы не будем все говорить, все рассказывать. Вы все это увидите в ближайшее время на канале ТНТ. Готовила впервые блюда, которые я даже не ела ни разу. А я впервые пробовала то, что впервые готовила Юля. Вы понимаете, что у нас просто... Бинго! Бинго, да, все впервые. А со мной все каждый раз как впервые. О, да, Оля! Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Реально было очень круто. Реально и весело, и динамично, и ты очень клево. И шикарно выглядишь. Спасибо, и ты тоже. Ой, спасибо, вот мы обменялись комплиментами. И вы там в комментариях пишите тоже нам поддержку. Вообще мы красавицы. Ну вообще, как, нормально? Ой, ребята, ноги гудят. Я присела сейчас, мы еще финалочку заснимем. Мне уже не важно, кто победит. Честно вам скажу, я попробовала и то, и то блюда. Они абсолютно разные, но у меня больше похоже на индийскую кухню. Потому что индийская кухня, она все-таки более пряная, более острая. У меня она реально получилась более такая индийская по-настоящему. Эмоции, впечатления свои. Да, нормально, еда, кайф вообще. Люблю готовить. Я тоже люблю. А главное, что первый раз готовили такую интересную фигню. Да, я запомнил, надо теперь думать. Я тоже запомнила. Классно, смотрите и ешьте. Это будет здорово. И программа реально классная получилась. Спасибо за компанию и за конкуренцию такую прям жесткую. Приехали в ресторан поесть. Потому что все, что мы готовили, я попробовала буквально на кончике ложки. Все. Естественно, сколько мы часов не ели, я не знаю. Влада тоже, наверное, голодная, как собака. Съемки задержались на сколько? На 2 часа? 3. На 3 часа! Мы будем есть, уж простите. Пожелайте приятного аппетита нам. Почти 23 часа. Мы прибыли на репетиционную базу. Мы так хорошо посидели, поели. Очень вкусно нас накормили. Мы довольные, но очень уставшие, естественно. Нужно сейчас выяснить, что с моими новыми ушными мониторами. Потому что на предыдущем концерте, там был заказник, я его не снимала. Я выяснила, что правое ухо у меня не работает или просто с перегрузом. Сейчас я буду это все слушать. Плюс у Андрюши там новые карты, тоже он с этим там разбирается. Голос совсем охрип. Под ночь уже, можно сказать, поэтому петь я не буду. На репетиции я просто проверю ушные мониторы, посмотрю, что там как. У нас еще Саша за месяц, по-моему, предупредил, да, что он не сможет. Да, много-много раньше. Поэтому сегодня он замену прислал. Вот они репетируют. Соответственно, как раз повод проверить ушные мониторы. А поговори, пожалуйста. Раз, четыре, пять, эй, восемь. А-а-а! Какой ужас. Вот опять начался перегруз фрау Мухи. До этого не было. Да? Да. Именно в голосе. Ну вот такая история. Ребята, я в шоке. Это придется реально все переделывать. Я вообще не виноват. Я очень не виноват. Я очень не виноват. Я очень не виноват. Иногда, да, прошу. Неожиданно бывает. Под настроением. Я очень не виноват. Я очень не виноват. Я очень не виноват. Я очень не виноват. Мы пройдем все вместе. Будем здесь сейчас. Я хочу жить. 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 Я хочу жить.